Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева. Как обычно, мы с вами здесь встречаемся, дабы искать ответы на вопросы, анализировать все происходящее. Ну и, конечно же, дабы понимать, где мы с вами находимся, куда мы движемся и, главное, как мы это все с вами делаем. Если вы не подписались, сделайте это прямо сейчас, потому что у нас эксклюзивные комментарии, аналитика и все то, что нужно для того, чтобы трезво оценивать ситуацию. Геннадий Балашов сегодня у нас в гостях, это лидер либертарианской партии 5.10, здравствуйте. Здравствуйте, усилевшая пока партия Украина, что тоже немаловажно, кстати. Не могу вас не спросить вот о чем. Все чаще начинаются разговоры о вступлении Украины в НАТО. Эти разговоры делятся на два таких лагеря, если можно сказать. Первый лагерь это то, что было заявлено Расмуссеном, это следующего характера информация. Украину принимают в НАТО, но без пока что оккупированных территорий. Это не отрицает то, что Украина должна быть суверенна, то, что эти территории это часть Украины. Но поправка номер 5, вернее статья номер 5 устава НАТО на эту территорию не распространяется. Вторая группа, это, кстати, и власть Украины, которая говорит, нет, это невозможно, но Украина должна быть в НАТО, но сначала нам надо закончить войну. Какой сценарий из этих двух вам видится наиболее имоверным и, в принципе, эти разговоры о вступлении в НАТО? Это же разговоры, очевидно, не ближайшего года, не двух ближайших лет, наверное. Тогда о чем эти разговоры на самом деле? Я думаю, что европейцы торопятся. И они сейчас разработали документ 16-страничный, в котором Украина обязуется выполнить несколько пунктов. И они не очень обязательны. Там даже предусмотрено так, что Украина будет как бы сама определять, что она может решить быстро, а что медленно. То есть, условно говоря, условия вступления в некий альянс промежуточный очень комфортные для Украины. И, в принципе, они сейчас этот 16-страничный документ дали Украине, проголосовали его. И, в принципе, если Украина его хочет вступать, то ее примут в НАТО. Вот как раз на условиях тех, что вы сказали. Я имею в виду вариант, когда та территория, которая оккупирована Россией, останется под контролем России, и на нее не будет распределяться пятая статья. А территория, как вся остальная, это 80% контролируемой территории, будет за Украиной и за НАТО с Америкой. То есть, таким образом, вся эта война заканчивается 80 на 20 победой Европейского Союза и американцев, оставив часть Украины, 80% под контролем. Теперь надо решить только вопрос, чтобы это постановление было принято. Думаю, что, как и планировалось, оно приурочено к избирательной кампании Соединенных Штатов Америки. И у нас есть там порядка 8-7 месяцев, чтобы выполнить этот 16-страничный документ. Но если мы говорим тогда об этом сценарии, ну, я себе слабо представляю, как будет развиваться ситуация, если, допустим, продолжится обстрел с территории России. Вот если Россия запускает по нам ракеты, да, это считается, значит, нападением на страну НАТО, если Украину берут в НАТО, или это не считается? НАТО тогда втягивается в эту войну, или они говорят, что нет, мы в эту войну не втягиваемся? Ну, то есть, возникает ряд вопросов, которые требуют определенных ответов. Ответ очень простой. Если будет принято это решение, это сразу угроза, в том числе России, что если вы будете продолжать стрелять, мы будем принимать меры. Более того, я думаю, что это позволит войскам НАТО придвинуться к границе Суровикина. То есть, фактически войти на территорию Украины. И это будет определяющим. Потому что тогда можно будет уже в рамках НАТО, в рамках подконтрольных подразделений, которые, возможно, будут интернациональными, условно говоря, батальон Дании, батальон Франции, полк Великобритании и так далее будут браться под контролем. И развертываться уже смогут базы НАТО. А нападение на базы НАТО – это уже атака на НАТО. И тогда уже будет совершенно другой ответ. То есть, я думаю, что и договор будет с Россией в том плане, мы же не лезем на территорию вами сейчас оккупированной. Мы ее как бы вынесли за скобки. Поэтому стратегический мир на 50 лет, на 30 лет вперед, если вас устраивает, мы не сильно педалируем вопрос Крыма, Донбасса, этого коридора. Оно остается у вас под контролем. Но на территорию НАТО больше не залазьте. Это идет к тому, что мы подошли к очень важному разделению мира. Вот некая ось зла, она образовалась. Это линия Суровикина, с нашей стороны уже называют линия Умерова. Ну, дай бог, чтобы она возникла, эта линия Умерова. Я ее называл почему-то линией Шмыгаля. Но это фортификационные сооружения с нашей стороны. Главное не стена Яценюка, знаете, а то мы уже видели. Яценюк дискредитирован. Она уже порвана, эта сетка, рабица. Поэтому Яценюка здесь не будет. Да, очень на это надеемся. Но тем не менее, если мы возвращаемся к этому вопросу и к недавнему интервью Арахамии, в котором он рассказывал, как происходили вот эти вот стамбульские встречи. И он говорил, что основной вопрос, это, конечно, внеблоковый статус Украины был. Ну и дальше там, понятно, динацификация и все остальное. Если этот вопрос остается ключевым, и многие эксперты об этом говорят, то можем ли мы тогда предположить, что страны НАТО на это пойдут, учитывая момент, что безумию России нет пределов? Есть. Есть пределы. Нету никакого безумия России, как выяснилось. Это мы сами себе навыдумывали, как и ближайшую смерть Путина. Безумие России, непродуманная война. Все достаточно продумано, оказалось. Цепляются за крючки международного законодательства, цепляются за, в принципе, развязываемые войны по всему миру в виде спецопераций. И воспользовались этой спецоперацией, потому что войны до сих пор нет, у нас спецоперация проходит. И с нашей стороны тоже не объявлена война. И Путин этим пользуется. Дипломатия российская оказалась на высоте, должен сказать. И она, зацепившись за это, в принципе, отжала территорию. Вот если это так называть. Следующий этап российской дипломатии – это закрепить за собой достигнутый успех. Это порядка 20% территории Украины. А после этого они, наверное, как я предполагаю, перейдут к формированию нового государства, чтобы снять с себя санкции. А новое государство будет называться как-то Восточная Украина. Куда войдут вот эти земли, отжатые Украиной, Россией. И, думаю, это будет следующий этап. Поэтому на этом этапе Россия устроит стратегический договор о ненападении. Да, но ведь Россия воевала не за территории, не за землю. То есть у них территорий своих хватает. Они же воевали за то, чтобы… И продолжают эту войну за то, чтобы Украина осталась в сфере влияния России. Я так понимаю, что это основная причина этого. Они у себя на этих пропагандистских каналах рассказывает, что Россия воюет с вот этим страшным коллективным Западом, который пытается сожрать Украину. И вот они с этим всем ведут войну. То есть явно не в территориях дела. Когда разворачиваются такие конфликты, есть программа «Максимум» и программа «Минимум». И программа «Максимум» России была свержение правительства Украины и взятие под контроль всей страны аж до границы Польши. А программа «Минимум» – то, что получилось. Получилось только 20% территории. Поэтому сегодня уже и Россия, и Украина понимают, что вот это и все. То есть уперлись и страны НАТО, и Россия в линию Суровикина. И поэтому у них было принято решение не допустить туда уже прохода украинских войск, что, в общем-то, они блестяще и выполнили при помощи линии Суровикина. Поэтому выбора ни у нас, ни у них нету, потому что уперлись ствол в ствол, убивать уже нет смысла, никто никуда не продвинется. Все, что могли, продемонстрировали в этих условиях Европа и Америка, и все, что могли, продемонстрировала Россия. Убивать мирных граждан уже надо прекращать. Поэтому я думаю, что они согласятся на такой вариант. Но, тем не менее, пока что не согласна власть Украины на такой вариант. Вот Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, буквально вот сегодня заявление, которое тоже обсуждают, о том, что никаких территориальных уступок не будет, никакой Украины без временно оккупированных территорий, без их освобождения в НАТО не будет. И президент сегодня, выступая в Николаеве перед студентами, отвечая на ряд вопросов и все остальное, говорит о том, что я не знаю, будем мы в НАТО или мы не будем в НАТО, потому что нам, прежде всего, надо закончить войну. А вопросы НАТО, это вот как бы мы потом все это будем обсуждать. Ну, то есть, по этим заявлениям можно сделать выводы, что власть пока не намерена отреагировать на это предложение, если это действительно было подобное предложение. К сожалению, власть не интересует жизни людей, и они цепляются за непонятную надежду. Я даже думаю, что в какой-то степени президент Зеленский не в состоянии принять решение, потому что подобный договор с потерей 20% территории – это политическая смерть всего политического класса, слуг народа. Включая сюда Кулебу, Ермака, Татарова, Зеленского, весь парламент под нож. Я не в том плане, что их резать будут, но, по большому счету, доверия к ним не будет, и все претензии лягут на них. За разруху, за убитых и за потерю территории. То есть, у поражения есть конкретный виновный. Это президент Зеленский. И что бы он ни говорил, так как они забрали всю власть в Украине, у них был весь парламент, у них было все правительство, у них полный контроль над всеми силовыми органами, и он главнокомандующий. Главнокомандующий, который потерпел сокрушительное поражение, а в данной ситуации украинское общество это будет рассматривать как сокрушительное поражение. И они сами виноваты, потому что в свое время раздули ложные ожидания на вранье Арестовича и администрации президента, что они войдут в Крым, что они освободят все и так далее. То есть, неправильный расчет на будущее. И сейчас пришло время просто отвечать, и они тянут время. Вот мы с вами в передаче говорили, что к 30 октября на самом деле война должна была закончиться. Но так как Зеленский не хочет идти на уступки вместе со своей властью, то вот война, как бы убийства продолжаются. И сегодня все вокруг этого идет. А у вас есть понимание, почему Арахамия вышла с этими заявлениями, я не могу сказать обвинениями, но тем не менее с этими а-ля откровениями, о том, что уже практически была подписана договоренность, и тут прилетает Джонсон на машине Бибики и говорит о том, что все, ничего не подписываем, будем воевать дальше, всем поможем, давайте мы их сейчас порвем. Понимаете, рассматривать высказывания нашей власти, представителей власти, зеленых, мы ведь наблюдаем, это недоразвитые умы, я бы так сказал. То есть на самом деле это дети, которые играются со спичками у пороховой бочки. И часто они не понимают цену слова. Они все жертвы социальных сетей. Для социальных сетей они говорят яркие фразы, яркие воинственные заявления, а для политиков они губительны, потому что политический процесс длинный, это не заявление в социальных сетях, и он обычно обложен документами. Я думаю, что просто Арахамия вылез для того, чтобы как-то подсветиться, это же даром, и это у Масичук, это самый смотрибельный канал, и я должен сказать, что кто-то предложил дать Масичук орден от СБУ или от кого-то за разоблачение целой сетки глупцов, потому что всех, кто у нее выступил, выглядели глупо своими заявлениями. И каждое их заявление потом обсуждалось и терлось в прессе. Но Арахамия просто превзошел всех, с Джонсоном особенно. Да, но тем не менее вы верите в то, что он может выйти и говорить что-то самостоятельно, без соглашения, допустим, с тем же офисом президента или с какой-то пресс-службой партии и все остальное? Я думаю, что офис президента не с нами. Они где-то вверху, они чем-то занимаются, чем-то руководят. Помните, был такой мэр города Черновецкий? Да. И у него знаменитая фраза была, ну, моя молодая команда что-то делает, куда-то идем. Вот это очень похоже на это, что-то делаем, куда-то идем, за что-то отвечаем, на чем-то пиаримся. Пиаримся. Поэтому относиться к ним надо сейчас, что мы потеряли управляемость страной. И офис как бы живет своей жизнью. Единственное, что он сделал ужасного для страны, они дали распуститься спецслужбам. Все силовые органы сейчас являются этакими охотниками за деньгами. То есть они отбирают богатых, сажают кого хотят в тюрьму. И по большому счету сейчас террор по отношению к гражданам на фоне войны. Это такая мародерство. Мы это наблюдаем. Это все позволил делать офис президента. Потому что он де-факто является отделом кадров. И всех, кого привели сейчас на эти должности, они фактически дали и карт-бланш грабить народ. Поэтому наблюдать за ними, что они заявляют по отношению к государству, им бы сейчас уцелеть. Я думаю, что сейчас они об этом думают. Как бы так вот сыграть, чтобы вроде бы проиграли 20% территории, но как бы выиграли чего-то. Но у них нет сейчас фантазеров-подсказчиков. Да, но война продолжается. Тем не менее, то, что мы наблюдаем сейчас, да, и вот то, что мы тут наблюдаем в Украине, это вот определенное противостояние между офисом президента и все-таки залужным. Хотя в офисе президента утверждают о том, что никакого противостояния нет. Но тем не менее, в публичных своих заявлениях мы это постоянно видим. Недавно Марьяна Безуглая напала на залужного. Может, я что-то напророчила. Марьяна Безуглая напала на залужного. Значит, там куча обвинений. Ночь не спала, строчила эти все посты, значит, в Фейсбуке. Естественно, разилась на критику. Все обсуждали то, что, ну, как вообще такие люди могут быть в парламенте и все остальное. Далее президент изданию The Sun говорит о том, что политики занимаются политикой, военные занимаются войной, не перепутать, никуда не лезть, значит, военным. И вот сегодня интересно обратить внимание на то, что выходит заявление НАТО и говорит о том, а, Марьяна Безуглая обвинила залужного в том, что плана нет, никакого нет плана, значит. Выходит сегодня НАТО и говорит, это неправда, что у залужного нет плана. Мы видим, мы знаем, что у него есть четкий план, что у Украины есть четкий план, она придерживается этого плана, и все идет так, как надо, и, в общем, все это клевета. Как мы можем объяснить и как нам понимать и трактовать вот эту ситуацию, которая уже вышла, по сути, за рамки Украины, в которую уже на стороне залужного втягивается, и представители НАТО в том числе? Ну, мы сейчас видим, что вся западная пресса де-факто стоит на стороне армии залужного. Потому что есть стратегический план, это втягивание Украины в НАТО и в Евросоюз, и фактически взятие под контроль этой территории. И план максимум был тоже вся Украина. Не смогли удержать 20% территории. И то, что заявляет Безуглое, на самом деле Офис Президента, вот здесь я допускаю, что она как бы тестирует на выносливость залужного. У них очень большое желание спровоцировать залужного на диалог, чтобы он начал отвечать ей. И в данной ситуации ему отвечать нет смысла, потому что он же генерал, он воюет. А за него отвечают де-факто все пострадавшие от команды Зеленского политики. И первым флагманом здесь является Порошенко. И мы видим, что сейчас произошло де-факто объединение Порошенко с залужным. И он при помощи залужного будет пытаться вернуться во власть. Во всяком случае не в президенты, а в премьер-министры. И на сегодняшний день мы должны будем рассматривать вопрос, что есть альянс большой политический. В него входит как флагман залужный с армией. И Порошенко как финансовый источник и медийный источник. И этот альянс очень сильный. Появилась новая политическая сила, которая способна... И к ним еще будут присоединяться обиженные политики и олигархи. Финансированные. Потому что сейчас для людей здоровых в здоровом уме самое главное это привести к тому, чтобы команда Зеленского не просто ушла, а понесла ответственность за то, что они распустили силовые органы, судебные органы. И сейчас практически огромное количество людей подвержены политическому террору и грабежу во время войны. Я уже не говорю о взятках и воровстве, которые живут как в последний день. Поэтому сейчас уже все стало понятно. И мы держим кулачки за залужного, как кеглю, который сносят команду Зеленского. А вот как это может выглядеть технически? Для того, чтобы провести выборы, например, в Украине, надо, чтобы об этом заявил президент. Президент и команда президента, они сказали, что никаких выборов в 2024 году не будет по ряду причин. Ну, понятно, это война, это безопасность, это то, что много людей за границей и дальше по этому списку. То есть новая команда прийти, соответственно, не может, потому что выборов не намечается. Эта команда идти на какие-то договоренности не будет, и они об этом уже заявляют. Ну вот какой тогда дальнейший сценарий этого развития? Дальнейший сценарий сейчас лежит в Кабми и парламенте. Собираются принять ряд законодательных актов, по которым выборы невозможны в период военного стана. Поэтому я не рассматриваю выборы в период военного стана. А военный стан у нас до 14 февраля, как минимум. Более того, в этих документах они вносят то, что после военного стана выборы состоятся только через 6 месяцев. Вот добавляйте, ближайшие выборы в таком случае будут 14 февраль, плюс 6 месяцев. Вот оно уходит туда в сентябрь-осень. Вот так вот. Но политические процессы длинные, и мне кажется, сейчас Зеленский уже должен думать больше об эвакуации. Как сбежать? Но его никто теперь не отпустит, потому что надо будет подписывать какие-то документы, принимать решения, брать на себя полноту ответственность за проигранную войну, за террор по отношению к собственным гражданам. Потому что сегодня самыми пострадавшими являются граждане Украины, которые оказались, с одной стороны, в войне, а с другой стороны, терроризируемые собственной властью и силовыми органами. По большому счету, Зеленский распустил СБУ, прокуратуру, ментов и судей до того, что человек стал беззащитен. И за это надо будет отвечать. И я думаю, что он будет пытаться и уйти в отставку в ближайшее время, там через полгода. Но они сами себя загоняют в тупик, потому что у них в голове сидит узурпация власти. А когда ты узурпировал власть, то вопрос о чем ты с ней будешь делать, когда у тебя нет денег, например. А вы видите, что сейчас приостановили помощь, потому что я думаю, что они поняли, что этих невменяемых надо держать на голодном поводке. Потому что к Зеленскому, судя по всему, по репортажам и в Америке, и в Европе, вот этим уже отношения как к человеку, который мечтает. Эдакий мечтатель сидит о чем-то, потерявший связь с реальностью. Вот такой тонкий троллинг европейский. Мол, делай выводы быстрее. Но мне кажется, они не в состоянии делать выводы, особенно длинные. Но тем не менее, вот как Зеленского могут заставить прийти к какому-то решению? Ну, я понимаю, что это уменьшение помощи. Но мне кажется, помощь не уменьшит настолько, чтобы дать возможность России сделать какой-то прорыв или выиграть. То есть все равно помощь будет держаться на том уровне, который позволяет Украине хотя бы держать оборону на тех позициях, на которых она стоит. Ну и то есть в таких позициях можно пребывать довольно-таки долго. И мы это видели на примере войны, которая была в 2014 году. И которая продлилась до 2020. Да, это меньше масштаб, безусловно. Это не обстрелы всей Украины, безусловно. Но тем не менее, вот эта позиционная война, как ее называют, она может длиться очень долго. Да, она может длиться. А после заключения некого перемирия, который, возможно, будут подписывать не политические руководители, а военные между собой, чтобы не было перестрелок, после этого возникает широченная линия разделения. И, в принципе, в таком положении можно находиться очень долго. Для нас, что для граждан? Важно, чтобы больше не стреляли по городам и дали спокойно развиваться. Вопрос, а есть ли у Зеленского план развития Украины, возврата граждан, и чтобы экономика работала? Как мы видим, такого плана нет. Дадут ли ему деньги? Я думаю, что со сменой руководства парламента, не парламента, а правительства, а сейчас все идет к тому, что американцы, больше не доверяя администрации президента, будут ставку делать на правительство. Значит, они заменят это правительство. То есть следующий транш к нам войдет после смены правительства. Я думаю, что этот год мы еще добудем с этим правительством, а там дальше появится новое. Я думаю, уже оно сформировано как-то там. Во всяком случае, главное лицо называется это Маркарова, через которое будет идти финансовое донорство Соединенных Штатов Америки и Европы. Достанется с него что-нибудь Зеленскому? Ничего. То есть они фактически его выключат. У кого деньги, тот и главный. То есть решение будет приниматься не в офисе президента, вы имеете в виду? Оно уже, в принципе, давно без них принимается. Их терпят. И по большому счету администрация президента вместе с силовыми органами участвует только в грабеже собственных граждан. А что с ними советуется? С них требуются только подписи. Вот когда парламент что-то принимает, нужны подписи депутатов и парламента. Дальше заверение Зеленского надо. Вот это надо. Они, в принципе, этими трансами заставляют сегодня власть принимать будущие законы. Вот как НАБУ. По большому счету, вот НАБУ приняло решение. Парламент проголосовал, Зеленский подписал. И теперь НАБУ будет расти каждый год на 100 детективов. И плюс появляются дополнительные возможности. Что такое НАБУ для власти? Ну вот буквально вчера, по-моему, арестовали еще четырех судей. И каждый день берут какого-нибудь депутата. То есть, по большому счету, уже начался террор по отношению к власти мужчин. К депутатам, к министрам и администрации президента. Позавчера вышел фильм про Татарова, где показывается, где он живет, какая шикарная у них жизнь и сколько он платит за аренду 600-метрового дома. Для меня, чем это было интересно, когда они показали, за сколько купили дом этот, за 2 миллиона. Дело в том, что по аналогичному делу судят меня. Вот уже третий год. То же самое предъявляют. Но судья Вовк, который тоже имеет квартиру по сниженной стоимости. Судья Константиновская, который тоже имеет квартиру по сниженной стоимости. И сам Татаров, который тоже имеет квартиру по сниженной стоимости. Судят Балашова за то, что он якобы купил квартиру по сниженной стоимости. Не купил, а продал. Самое интересное, что я продал. А так, может, вы кому-то из них продали, вот они у вас как бы и это. Нет, я им не продавал, им обидно. А им, может, и обидно, да, это правда. Если мы говорим о перспективах, в принципе, 2024 года, тут интересная появилась статья, ее написал экономист Нориэль Рубини, он пророчит в Project Syndicate возникновение новых трудностей в 2024 году. И он говорит, что предстоит нам очень долго жить в хаосе. Это он берет так весь мир. И главной проблемой считает окончание эры дешевых денег с почти нулевыми ставками Центробанка в мир. Разучился жить с нормальной стоимостью денег, когда они были чуть дороже ставки инфляции. Вторая проблема – долги, которые при дорогих деньгах увеличивают, их обслуживание, что для государства, что для бизнеса и рядовых потребителей. Заражение долгами достигли уже не только развитые страны, но и страны с развивающимися экономиками. И Рубини приводит в пример Китай с общим долгом свыше 300% от ВВП. Как вы считаете, действительно ли это станет новой проблемой и новой такой инфекцией, скажем так, если так можно образно выразиться, в 2024 году? Ну, эта проблема денег – это же великая проблема человечества на протяжении всей истории тысячелетий. По большому счету, кто печатает деньги, кто их производит, кто их контролирует, тот контролирует вообще все, весь мир. Освоил ли доллар и евро, я их называю папа и мама, доллар – это папа, евро – это мама, освоили ли они на сегодняшний день весь мир? Мы знаем примерно цифру, которая обращается в мире. Это 75 триллионов долларов. Когда появляются такие статьи, это всего лишь умозаключение автора. А на самом деле количество денег в мире увеличивается. Более того, что такое деньги? Новое появляется видение. Потому что деньги – это средство платежа, с одной стороны, правильно? И накопление, правильно? И таким образом, что может быть деньгами? Все, что угодно. То, что вы поменяете на другие деньги или на другой товар, точно так, как появились криптовалюты, которые на сегодняшний день не являются еще такими определяющими, но в них тоже делаются деньги. Являются ли электронные деньги деньгами? Поэтому умозаключений вокруг фантазийных денег или долговых денег может возникать сколько угодно, потому что цифры 75 триллионов и 650 триллионов фантазийных денег, они очень разнятся. И здесь может быть очень много теорий. Но суть этих всех теорий заключается в том, что товаров будет производиться больше, богатых людей будет становиться больше, жить мы будем лучше, население будет увеличиться. Где-то начнет останавливаться в районе 10 миллиардов человек. На сегодняшний день мы преодолели цифру 8 миллиардов. Кроме того, сама вырвавшаяся информация через социальные сети и ее доступность каждому человеку, скорость передачи информации, приводит действительно к хаосу. Ну потому что люди еще не научились с ним разбираться. Надуваются пузыри. Ну вот как мы видим ютуберов, звезд без образования, которые миллионы собирают, десятки миллионов инфоцыган набирают, у которых не было никогда бизнесов. Вот Арахамия яркий пример. Он был всегда инфоцыганом. Он рассказывал про бизнес, которого не имеет. Это вся его, он болтает хорошо языком. Но он третий человек в государстве. Украина. Эти перекосы и приводят к хаосу. Почему я говорю, что некомпетентное руководство страны на сегодняшний день, он безуглое. Она врач. А она замглавы комитета по национальной безопасности. Бегает за заложным с планом. А не с сердцем его попробовать. То, в чем она, наверное, разбирается. Арахамия. И все остальные мы видим, что это приводит к пене. Пена приводит к хаосу. Но пена потом спадает. Человечество успокоится. Сможет с этим справляться. Это коснется просто всех сфер жизни. Вот буквально всех. Но тут же почему об этом заговорили, так скажем, новый виток этих разговоров. Потому что на 2024 год как раз-таки пророчат большой вот кризис. И некоторые называют и говорят о том, что он будет намного сильнее и намного жестче, чем кризис 2008 года, который мы вот застали и о котором мы все помним. Мы можем успокоить людей, что кризис 2008 года – это наслоенный кризис трех поколений. То есть обычно в течение трех поколений по 28 лет, это 84 года, накапливаются деньги, они скапливаются у 1% населения мира. То есть, условно говоря, деньги движутся к деньгам. А весь остальной мир становится недовольным. И в это время происходит перераспределение. И 2008 год – это был как раз такой кризис, который накопил деньги у 1% населения. В 2008 году перераспределилось. Следующий такой кризис будет через 84 года. Вот сейчас вот уже сколько прошло? 14, там 16? Ну вот там добавьте, через 70 лет будет такой кризис. Поэтому ничего пока не предвещает каких-то глобальных кризисов, пока не накопились деньги у малой части населения. А это происходит только через поколения, передачу денег из поколения в поколение, накопление денег в определенных семьях. Этого пока не произошло. Геннадий, тогда тут возникает очень серьезный вопрос. А как попасть в этот 1% населения? Ну, Украина может попасть всей страной. Если бы мы сделали так, чтобы Украина стала самыми лучшими условиями для бизнеса, чтобы в Украине были самые низкие налогообложения и самое удобное для передвижения, самое свободное – передвижение денег, товаров и людей. То есть деньги, товары и люди должны передвигаться и перемещаться без трения об чиновников. Поэтому программа «Финансовый рай» существует. Ее можно было бы внедрять в Украине. Но на сегодняшний день нет ни одной политической силы, кроме партии 5-10, а это очень маленькая партия, состоящая буквально из сотни человек. Пока это не рассматривается. Нам нужен «Финансовый рай». Вот то, что я говорил два месяца назад, по-моему, в вашей передаче, что нам надо окопаться и не пускать на нашу территорию людей. Это линия Шмыгаля, Соруэл, Умерова. А с другой стороны, нам надо дать возможность людям 40 лет пожить в «Финансовом раю». А это сокращение государства более чем в 50%. То есть государственных чиновников, которые наживаются сейчас и не дают свободно передвигаться товарам, деньгам и людям. Поэтому путь есть. Какой наш выбор? Но мы же идем на выборы и выбираем актера. Мы приводим к власти инфо-цыган. Люди, наверное, помудреют после войны. Начнут думать уже. А что вам надо? Вам надо «Финансовый рай»? Так голосуйте за «Финансовый рай», а не за человека хорошего парня. Поэтому выход всегда есть. Его люди умные предлагают. Другое дело, мало пользуются советами. А есть ли у вас ощущение, что Европа и мир в целом милитаризируются во многом и что мы движемся к каким-то таким, наоборот, эпохам войн? Вот Ближний Восток, сейчас в Латинской Америке там тоже есть определенные поползновения в эту сторону. Мы все чаще слышим о том, что Китай посматривает в сторону Тайваня. Пока у них нет таких открытых заявлений, которые говорили нам бы о том, что есть какие-то там военные действия. Но, тем не менее, вот сейчас в январе месяце Тайвань, там выборы. И чем это закончится, и как это все будет дальше, тоже нет определенной уверенности. Это когда вы берете кролика и снимаете крупным планом, когда он кричит от перепуга. А потом выставляете это в социальной сети, и все видят какого-то бешеного кролика. А если вы еще сделаете подпись, что какой-то вирус поразил весь мир, то все будут бояться кроликов, кусающихся. А на самом деле кролик – это безобидное животное. Если мы рассматриваем длинную по-настоящему, вот на примере израильского конфликта палестинского, мы видим, что в 1975 году, когда было это перемирие длинное подписано, в войне участвовали вокруг Израиля страны. То есть арабские страны своими вооруженными силами, Египет и Ордания участвовали в конфликте, в нападении на Израиль. А Израиль воевал с ними, с действующими армиями. Что произошло сейчас во время последнего конфликта? Ни одна арабская страна даже не пикнула. И фактически Израиль подавляет палестинский Хамас, вместе с американцами, спокойно. Но информационная политика, социальные сети несут это так мощно, что даже в американских вузах ведущих защищают палестинцев. Потому что в Америке привычно сообщества защищают слабых. Они считают, что палестинцы слабые, их надо защищать. Поэтому на самом деле все сейчас конфликты, они больше в социальных сетях. Но с точки зрения настоящих конфликтов, их стало меньше. Они стали более подконтрольные. Уже давно, по-моему, с 1945 года войны не объявляются. Ни одной войны. Все спецоперации. А спецоперация это, по большому счету, не война. Мирник, вот даже на территории Украины, ни НАТО, ни Америка не позволили втянуться в конфликт за пределами Украины. Его удержали как управляемую ядерную реакцию. И они научились это делать. И, кстати, с Россией они прекрасно решили этот вопрос. Воюем, усовершенствуемся только на территории Украины. Нам просто не повезло, мы оказались на разломе. Но по глупости правителей не смогли учуять опасность. Что сейчас для себя должны понимать украинцы, которые живут в Украине, которые не собираются никуда уезжать, которые собираются здесь жизнь свою строить, семью и так далее и тому подобное. Что они сейчас должны понимать и делать? Что сам процесс идет на улучшение жизни в Украине. И что у Украины шикарные перспективы как кандидата в Европейский Союз. У нас, в конце концов, все равно уже есть безвиз. Если нас, в принципе, втащат в НАТО, даже в том виде, в котором они втаскивают, то, в принципе, войны уже не будет. И я, когда меня спрашивают, что вы рекомендуете в Украине, я говорю, в районе Киева вы всегда сделаете деньги. Что сам Киев будет расти численно. Большие города будут расти численно. Более того, из оккупированных территорий люди хлынут скорее в Киев, чем в Россию. Поэтому перспективы у Украины очень хорошие. И я рекомендую всем, кто может и хочет, ну, не хочет жить там в Америке или в Европе, спокойно возвращаться через время. Ну, там, на зиму не надо. Но на следующий год уже планировать возвращение. Я лично планирую возвращение в следующем году. И у меня только одно желание. Чтобы банда на сегодняшний день, полиции, СБУ и всех остальных силовых органов, которые находятся под контролем администрации президента, покинула территорию Украины. Потому что они опасны. И я на себе просто в 21-м году это прошел. Насколько они опасны. Они могут взять любого человека, ограбить, посадить в тюрьму и подвергать террору еще много лет. Они просто опасны для Украины. Они уничтожают Украину. Даже больше, чем Путин. Ну, ваш прогноз весьма оптимистичен. Я надеюсь, что мы обязательно с вами поговорим о том, как он будет воплощаться в жизнь. Потому что то, что Украина прекрасная перспектива, конечно, нас может не радовать. Спасибо вам большое, Геннадий, за то, что нашли время, за то, что с нами пообщались. Геннадий Балашов, лидер либертарианской партии 5.10, был сегодня у нас на Политеке. Друзья, вам большое спасибо за то, что вы нас смотрите, за то, что комментируете, поддерживаете. Обязательно пишите свои вопросы в комментарии. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Если вы смотрите нас, не подписавшись на наш канал, срочно это исправьте. Под этим видео кнопочка подписаться. Вы ее нажимаете. И вы уже вместе с нами. А значит, вы первыми получаете ответы, вы первыми получаете аналитику, вы получаете экспертные мнения. Ну и, конечно же, это все в комплексе помогает разбираться и понимать, где реальность, где нас пытаются обмануть, где нам пытаются что-то навязать, прощупывать реальность. Вот задача, которую мы перед собой ставим и которой мы видим свою миссию по отношению к вам. Ну а ваша поддержка, конечно же, для нас всегда важна. Мы с вами увидимся в следующих наших эфирах. Меня зовут Анастасия Густрева. А вы, пожалуйста, берегите себя.